Между тем, жаркая погода способствует возникновению лесных пожаров. В регионах Сибири и Дальнего Востока горят 22 тысячи гектар леса. 96 лесных пожаров тушат 2000 человек. На Дальнем Востоке огнем охвачено порядка 140 гектаров лесного массива. О том, как пожароопасный сезон проходит в Якутии, расскажет Виталий Абрамов. Итак, по последним данным, на сегодняшний день по республике действует три лесных пожара на общей площади 53 гектара. И один локализованный лесной пожар в Неренгринском районе. Пожары действуют на территориях Ленского, Алёкминского и Сунтарского улусов. Практически на сегодняшний день работает 100 человек, два трактора. Ну, в основном, надеемся, что к концу недели эти пожары будут ликвидированы. Однако в эти дни высокая температура воздуха, установившаяся в центральной части республики в купе с грозами, добавит работы огнеборцам. Чтобы предотвратить человеческий фактор, во всех муниципальных округах продолжаются профилактические рейды, в том числе и в Якутске. С населением ведутся беседы о мерах пожарной безопасности и правилах поведения в лесу. Соберем мангал, засыпем уголь, песком вокруг окопаем. Воды у нас 19 литров с собой, поэтому все предусмотрено. Но, к сожалению, не все такие сознательные. С начала пожароопасного сезона в окрестностях Якутска произошло 7 лесных пожаров. Благо, они вовремя были потушены. Причинами же в основном являются люди. И пошлинспекторы напоминают об ответственности. Санкции предусматривают на физических лиц штрафные санкции от 2 до 4, на должностных лиц от 15 до 30, на индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица от 30 до 40, а на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. И уголовная ответственность в тех случаях, когда превышает ущерб 250 тысяч. Так что безалаберное отношение с огнем в лесу может довести и до суда. Огнеборцы просят жителей республики быть предельно осторожными в эти жаркие дни, а при обнаружении лесного пожара немедленно сообщать пожарным или же местным властям. Виталий Абрамов, Горил Дьячков, Анбакасаха, Якутск. Абрамов, Горил Дьячков, Анбакаса, Якутск.